Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать наставления святых отцов. Преподобный Силуан Афонский. Человек пока не узнает большего, доволен тем малым, что имеет. Он подобен петуху деревенскому, который живет на малом дворе. Видит немного людей из кота, знает десяток своих гор и доволен своей жизнью, потому что большего он и не знает. А орел, который летает высоко в облаках и видит зорким глазом дали, и слыша издалека звуки земли, и наслаждается красотой мира, знает многие страны, моря и реки, видит множество зверей и птиц. Он не будет доволен, если посадит его вместе с петухом на малом дворе. Так бывает и в духовной жизни. Кто не познал благодати Святого Духа, тот подобен петуху, который не знает орлиного полета, не разумеет сладости умиления и любви Божьей. Он познает Бога из природы и из Писания. Он удовлетворяется правилам и тем бывает доволен, как петух, который доволен своей долей и не скорбит, что он не орел. Но кто познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святого Духа влечет его любить Господа. И от сладости любви Божьей он легко несет все скорби земли, и душа его непрестанно скучает только о Господе и всегда ищет благодати Святого Духа. Мучимся все мы на земле и ищем свободы. Но мало кто знает, в чем свобода. Где она? Кающимся Господь дает мир свой и свободу любить Его. О, братья мои, вся земля, покайтесь, пока мест есть время. Бог милостиво ждет нашего покаяния, и все небо, и все святые ждут от нас покаяния. Как Бог есть любовь, так и Дух Святой во святых есть любовь. Проси, Господь простит, а когда ты получишь прощение грехов, то на душе у тебя будет радость и веселье. И благодать Святого Духа войдет в твою душу, и ты скажешь, вот истинная свобода, она в Боге и только от Бога. Благодать Божья не отнимает свободы, а только помогает исполнять заповеди Божьи. Адам был в благодати, но воля его не была отнята. Также и ангелы в Святом Духе пребывают, но не отнята у них свободная воля. Господь хочет, чтобы мы любили друг друга. В этом свобода в любви к Богу и к ближнему. В этом и свобода, и равенство, а в земных чинах равенства быть не может. Но это не важно для души. Не всякий может быть царем или князем, не всякий может быть патриархом или игуменом, или начальником. Но все же во всяком чине можно любить Бога и угодить Ему. И только это для нас важно. И кто больше любит Бога на земле, тот в большей славе будет в царстве. А когда нет у нас добрых наставников, то должно смиренно предаться воле Божьей. И тогда Господь будет умудрять нас Своей благодатью. Ибо Господь так много нас любит, что и выразить это даже невозможно. Великое благо предаться на волю Божью. В душе тогда только один Господь, и нет никакой другой мысли. И она чистым умом молится Богу. И чувствует любовь Божью, хотя и страдает телом. Когда душа всецело предалась на волю Божью, тогда сам Господь начинает руководить ею. И душа непосредственно учится от Бога. А раньше наставлялась учителями и писанием. Но это бывает редко, чтобы учитель души был сам Господь, Своей благодатью, Святого Духа. И мало кто знает об этом, лишь только тот, кто живет по воле Божьей. Драгоценнее всего на свете – это знать Бога и хотя бы отчасти разуметь волю Его. Познавшая Бога душа во всем должна предаться на волю Божью и жить пред Ним в страхе любви. В любви – потому что Господь есть любовь. В страхе – потому что должно бояться, как бы не оскорбить Бога каким-либо плохим помыслом. Вы спрашиваете, как узнать, живу ли я по воле Божьей. Вот вам признак. Если ты скорбишь о какой-либо вещи, то значит, не вполне предался воле Божьей. Хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божьей. Кто живет по воле Божьей, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предает Богу. И если не получит нужную вещь, то все равно останется покоен, как если бы имел ее. Душа, которая предалась воле Божьей, ничего не боится. Ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что не случится, она говорит – так Богу угодно. Если болен, думает, значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее. И так сохраняется мир в душе и теле. Всякая душа, смущенная чем-нибудь, должна вопросить Господа. И Господь обязательно вразумит. Но это главным образом в час беды и смущения. А так обычно надо спрашивать духовника. Ибо это смирение. Господь дал на землю Духа Святого, и в ком он живет, тот ощущает рай в себе. Быть может, ты скажешь – почему же у меня нет такой благодати? А я тебе скажу – потому что ты всего-навсего не предался воле Божьей, а живешь лишь по своей. И так только Господь Всеведущий. Нам же всем, кто бы ни был, надо молиться Богу о вразумлении, а также спрашивать духовного Отца, чтобы не делать ошибок. Помните, Господь призвал грешную душу на покаяние, и она обратилась к Нему. Тогда он милостиво принял ее и явил себя ей, потому что он очень милостив, смирен и кроток. По множеству благодати своей он не помянул грехов души, и душа возлюбила его до конца, и рвется к Нему, как птица из тесной клетки, в зеленую рощу. «Слава Господу, что Он дал нам покаяние, которым все мы можем спастись, и без исключения не спасутся только те, которые не хотят каяться. И в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи, и будет тогда радость на душе и мир. И не надо других свидетелей, но сам Дух свидетельствует, что грехи прощены. Вот знак прощения грехов. И если ты возненавидел грех, то простил тебе грехи Господь. Кто истинно покается, тот с готовностью потерпит всякую скорбь. Голод, наготу, холод, жар, болезни, нищету, унижение, изгнание, неправды, клеветы. Ибо душа стремится к Господу, и не заботится она больше о земном, но чистым умом молится Богу. А кто привязан к имениям, деньгам, тот никогда не сможет иметь чистый ум в Боге. Потому что в глубине души его постоянно есть забота, что с ними сделать. И если он не покается чисто и не будет скорбеть, что оскорбил Бога, тот так и умрет в страсти, не познав Господа. Чтобы устоять в любви Божьей, необходимо, чтобы и гнев, и ненависть достигли последнего напряжения. Но направляются они на живущий во мне грех, на действующий во мне зло, во мне, а не в брате. Вся сила сопротивления космическому злу сосредотачивается в глубоком сердце христианина, в то время как внешний он, по велению Господню, не противится злу. Наставление преподобного Силуана Афонского. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Спасибо.